Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого и я продолжаю знакомиться с релизной версией Humankind. Если вы не видели начало, то внизу вот там есть ссылка на первую серию. Пожалуйста, переходите, смотрите с самого начала. Спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. И, пожалуйста, не забывайте делать клипы еще вот к этому видео. Ссылки кидайте в комментарии, а потом мини-видео по этому прохождению сделаю. Вот хотел еще посмотреть, видите, на уникальные районы. Как вокруг ступы тут все по кругу ездят почему-то. Так, сейчас я выключу эту иконки. А здесь этот... Господи, как он назывался? Батай, что ли? Мерзкий уникальный район. Но в этот все-таки он какой-то очень крутой имхо, конечно. Конечно, 55 производства, это просто вау. И к тому же еще считается и промышленным, и, по-моему, фермерским. Так, где у нас еще вот это уникальный, ассирийский район. Тоже всякие повозки ездят вокруг. Но мы османы. Кроме того, знаете, я подумал, давайте ускоримся в плане науки. То есть вы эти все... Все эти эры вы уже видели, правильно? То есть нам бы побыстрее в современную выйти и, собственно, то, чего мы не видели, там и опробовать. Поэтому давайте делать упор на науку в основном, чтобы всякие новые техи открывать. Вот давайте фильтровать по науке. Что у нас не открыто? Так, вот тут подсвечено. Сейчас я открываю рыцарство, потом стали плавления, да? Алхимию я тоже открыл. Интересно, а почему огнестрельное оружие-то открыто или у меня просто подсвечено? Что типа... Нет, это, видимо, подсвечено, что тут мой уникальный юнит находится, янычар. И тут, кстати, селитру еще можно будет обрабатывать. А так по науке нам надо... Ну, давайте в огнестрельное оружие зайдем. После этого в акционерные компании... И меценатство, наконец-то, запустим. Меценатство и ручной набор. Так, дальше я, по-моему, пока не смогу выбирать, да? Потому что еще не вышел в следующую эпоху. Вот так пойдем, чтобы сразу вот в науку. То есть сидим, развиваемся. У нас тут куча территорий. Еще часть не присоединено. Селитра вон появилась. Так, давайте еще раз проверим... Сколько у нас тут в городах? Так, значит, Ашур 5 территорий, Керма 5 территорий, Аварис 4, Дуркури Галзу 4 и Напата 4. Тогда я решил, что к Аварису я вот эту присоединю, да? 2090. Ну, кстати, если вы не в курсе, города вообще объединять можно. Вот, например, за 8700 можно поглотить Ашуром Аварис, но я не думаю, что это имеет смысл. В принципе. То есть я мог когда-нибудь Напату, например, поглотить Ашуром или Кермой, но я уже развиваюсь так, как развиваюсь. Просто надо иметь в виду, что эта возможность есть. Так, давайте чудеса строить. Я хочу все чудеса этой эпохи построить, пока остальные в них выходят. Да, тогда я не буду присоединять территорию, я буду именно на чудеса тратить. Так, что это дает? Плюс вера за округ. Ну, это, мне кажется, надо... Округ, наверное, имеется в виду в данном случае округ это вот эти области. Не знаю, я бы, честно говоря, перевел как область, чем округ. То есть вот, ну, вот это вот то, что в границах, вот так. Вот это вот округ, да? То есть у Ашура пять округов, например. А тут территории, например. Не, значит, округа, видимо, это все-таки вот это считается, вот эти районы. Ну, тоже округ, это тоже вопрос. Ну, кстати, тогда чудо очень много начинает давать. Если вера за округ, то, извините... Тут уже может дофига быть. Я, наверное, в Ашуре буду строить все-таки. Пускай товарная биржа достроит. Значит, поставим... Так, там неважно, да, по-моему? Наука. Плюс 50. Давайте еще проверим, что у нас в городах на всякие пожарные нету нестабильности. Терпимость. Да, знаете, в чем я вопрос? Почему у меня не появляются цивики новые? Мне кажется, тут какая-то проблема есть в самой игре. Я не думаю, что я не выполняю ничего. Открываются через особые события, возникающие в результате процессов, происходящих в вашей империи. Я, по-моему, уже все сделал в империи. А ничего не появляется, да? Мечеть Сулу. Или, слушайте, или сначала уникальные эти... Давайте, наверное, сначала уникальные районы строить, потому что чудо-то от меня никуда не убежит. Точно. А уникальные районы, когда закончится эпоха, убежит. Так, походу мы тут опять утонем. Тонут в океанах корабли. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Значит, в нападе. Вау, 13. Ну, наверное, сюда. Тут минус 5 еды. Сюда поставлю. Плюс влияние за каждое соседство с объектом округа. Ну, блин, мне бы район все-таки нравилось больше. Так, давайте в другом районе глянем. В другой области. Вот здесь предлагают. Просто, вот видите, один ход строится. И тут один ход. Так, ну, надо, значит, все районы застроить. Сюда давайте. Да, блин, 3 округа за один ход просто. Сюда. О, уже 2 хода. Ну, и надо послед... А, тут 4, уже больше некуда ставить. Окей. Так. Тут мы лечимся, стоим, ждем более современных кораблей. Чтобы реально не тонуть. Так, вот тут я хотел узнать, сможет ли у меня диверсант грабить территорию. Даже у человека, с которым мы в нормальных отношениях. Походу, да. А, нет, объявить войну. Не, ну, это тогда немножко такое... Ну, то есть, во время войны можно грабить будет, но их не будет видно. Но, слушайте, смотрите, их не видно, да? Но игроку-то будет сообщаться, что у вас грабится территория. То есть, территория грабится, а не видно никого. Здесь он подведет юнит и увидит здесь диверсанта. Ну, и смысл. Ну, с другой стороны, так можно, наверное, территорией разведывать, да? Живучесть. Не, ну, это у нас событие происходит. Это не способность этого юнита конкретно. Ну, короче, так себе, конечно. Ладно, а если я пойду грабить, например, у вот этих... ГГшек назовем их так. Давайте пока сюда пойдем тогда. Так, что там у нас в других городах еще строится? В Ашуре вот тут надо райончики поставить. Раз. Два. Минус два производства, минус две науки. Наверное, сюда лучше. Три. Четыре. И пять. Кайф. Все уникальные районы строим. Так, тут после гавани тоже. Раз. Два. Три. Четыре. Просто, видите, не разбираюсь, ставлю там, где... А, тут, по-моему, четыре... Нет, вообще пять было. Вот тут должно быть, да, вот тут пять. Так. Так, керма, напата и ашур полностью заставлены. Ну, конечно, они не построены еще, в аварисе давайте. Раз. Два. Три и четыре должно быть внизу, по-моему, да. Четыре. И последнее. Дурку-регал-зу. Дурку-регал-зу. На-на-на-на-на-на-на-на. Дурку-регал-зу. Раз. Два. Ну, это у меня, конечно, будет... О, тут три даже можно рядом. Тут у меня много будет этих в итоге. Хотя, надо потом будет проверить, может, стабильность наконец упадет. То есть, этот же каждый, вот этот район минус десять стабильности. Хотя, с другой стороны, я тут торгую дофига. Проверим еще, что торговля ни с кем не ушла. Не появилось новое ничего. Нет, тут нечего. У зеленого... Не знаю, почему зеленый так хреново развивается, если никто ему рядом там не мешает. О, чай. Черное дерево. Зовите меня Дон Педро, торговец с черным деревом. Нет, пишите мне письма до востребования Буратины. Меня зовут Дон Педро, торговец с черным деревом. Железо, давайте купим. Че нет? Денег-то дофига. Пока копим, правда, не знаю на что. Давайте сейчас еще глянем, сколько нам требуется культуры, чтобы следующее чудо заклеймить, забить за собой. И интересно, можно ли забивать чудо, не построив предыдущее. А, да, видите, присвоенное чудо еще не построено. То есть, сначала надо все-таки построить. Ну и тем более, две петли... Для вашего же блага будет лучше, если эти ацтеки окажутся миролюбивыми. Вы меньше всего хотите оказаться одним из тех... Не успеваю прочитывать. Так, встретили ацтеков. Пакт о ненападении, ну давай, примем. И торговлю я предложу. Так, что у нее есть? Что-то мало всего. Ну, шалфей покупаем. Культурное чудо. Блин, нюз спел вообще убрали. Чай покупаю. Я все покупаю. О, черное дерево, опять же. Черное дерево, мое любимое. Из-за насилия временно приостановили. Так, сейчас надо глянуть вообще от стеки. Да, ну тут этот тоже будет потерян. Не успеваю я никуда приплыть. Еще минус корабль. Хочу посмотреть, у них нету с кем-нибудь тут? Нет, тоже со всеми мир. Тоже со всеми мир. Так, ну давайте Вашшуре в очередь поставим. Этот. Храм Василия Блаженного. Но после всего вот этого. Пускай. Слишком ли много мечетей султана Эйюпа? Было бы прикольно за турков, чтобы у них каждая мечеть, ну, в честь нового кого-то была. Потому что, опять же, там все эти мечети тоже в очередь, видите. Куча мечетей там. Этого паши, этого султана. Так, где там Дуркури Галзу? Я, наверное, не смогу все-таки все чудеса прям построить. И... Где-то я еще не поставил в очередь, по-моему. Аварис. Ашур. Дуркури Галзу. Керма. И на... Не, все стоит. В принципе. Так, открыли. Возникает определенная норма и правила, которые в идеале гарантируют справедливое и честное общество. Аристалище. Следующее от военного училища изменяет стоимость отрядов. Дешевле можно строить. Рыцари можно строить. Ну и деревня. Это основание города, чтобы можно было сразу с определенными... Ну, этот... Хотя, может быть, даже звезды экспансии получу. Монголы получают. Ацтеки прославились как торговцы. Новая претензия. Численность населения города Напаты возросла на один. Так, ну и отряд уничтожен. Еще вот... Интересно, как эти бэджики получать. Я уже, по-моему, торгую просто со всеми. Почему я не получаю никакого, например, бэджика? За торговца? Не знаю. Так, слоник приперся здесь. Давайте добавим в армию. Ну, можно, кстати, проапать всех ребят. Пускай. У нас вообще армия. Так, а можно как-то сразу всех? Да, можно. Выбираете на shift и, видите, вместо сотни 300 платите и сразу... Оба-на. Так. Кайф. И где у нас вот этот одинокий? У нас два одиноких. Надо ли ему там стоять? Вот тут окат. Так, у меня армия здесь стоит, да? Давайте ее, наверное, переведем сюда. И этого апнем, к ней присоединим. Так, а вот этого чувака одинокого... У меня три армии, наверное, будет в итоге. Вот эти у меня где стоят? Так, давайте проверим по армиям. Наверное, этого я сюда переведу, армию. Это пускай там и стоит. Это он у нас будет где-то... Вот эту я переведу сюда, к этим. Вот так. Красивая жалейка играет. Так, посмотрим на мечеть султана Эйюпа. Какой вам из этих всех уникальных районов пока? Вот у меня... Вот сейчас вы видите четыре уникальных района каждой эпохи. Вот это Ассирии. Древнего мира. Это ступа античности. Это средневековье Барай. И мечеть султана Эйюпа... Как сейчас эпоха называется-то? Раннего времени. Эпоха раннего времени. Какая... Какая из этих вам... Мне, наверное, больше ступа нравится. Хотя парай тоже красивый. Ацтеки прославились как вор. Пока у империи сидит значок. Ее армии, наносящий урон разграблением, будут получать больше денег в зависимости от уровня значка. Прикольно. Так, торговли никакой новой не появилось. У синего тоже. У черного тоже. Вообще, у черного столько ресов. У тебя есть что-то... Добро пожаловать. Давайте поговорим честно с другом. Ну, давай. Давай разговаривать честно друг с другом. Да, и стоит ли мне союз дальше держать с зеленым? Что я с этого имею? Он с меня намного больше имеет, чем я с него. Давайте, наверное, потребуем с него вот эту территорию. Мне кажется... Мне кажется, оно того стоит. А, нету претензий. Типа, раз я в союзе... Я получу значок предатель. То есть я не могу разрывать пока... Вот этого, да? Давайте сначала... Общую логистику уберем. И низкие тарифы, наверное. Видите, а это уже 80 культуры стоит. Научное и культурное пока оставлю. Появляется под... Ну-ка, и как он тут по силе вообще? Мы намного сильнее этой империи. И он еще зависит от моих постах. Вот смысл у меня с ним союза. То есть я уже чувствую себя уверенно против черного, например. Как моя религия? О, скоро будет весь континент. По-моему, там даже какая-то ачивка есть. Что весь континент в вашей религии. И есть какая-то ачивка за весь континент в вашей культуре. Но культура подольше пока распространяется. Так, начали уже строить храм Василия Блаженного. Что за торговцы из далеких земель? Разношерстная толпа торговцев с вазами, груженными необычными товарами, подошла к воротам города Керма и просит аудиенции. Они говорят, что прибыли из далеких земель прошли много верст по одному из наших знаменитых торговых путей. Выглядят торговцы изнуренными и обессиленными, но уверяют, что их товары принесут нам прибыль. Следует ли впустить их в наш город? Так, прогнать это будет больше по дому идти и впустить это больше по глобализму. Ну, я бы впустил. Но это, кстати, может и привести к плохим последствиям. Там могут продать какие-нибудь испорченные товары, между прочим. Так что внимательно следим за ними. Так, тут мы объединяемся и стоим. Так, тут розовый осаждает... Поэтому как бы остановилось передвижение, наверное, моего. Ну, я дальше пойду. Наверное, какой-нибудь сюда. Еще надо полазить по городам, посмотреть, как там развитие. Так, стали плавления. Шахтная печь и арсенал. Опыт при создании отряда за железо плюс 25. И плюс один уровень ветеранства ополченцев. Ну, а ополченцев, которые в городах воюют для защиты. Шахтная печь, промышленность, на ремесленные кварталы. За каждое соседство с объектом ремесленный квартал плюс один. Ну, тоже можно открыть, кстати. Почему нет? Новая претензия. Не, это какие-то далеко территории. Ну, в Легаме территория Хертан. Я могу только осознать, в этих ситуациях, что ты смешиваешься. Ты меня убил, так что ты быстрее. Ладно, это пока не убираем. То есть разорвать союз я пока не могу. А как вот разорвать союз, называя причин? Видите, не называя причин. Интересно, как назвать причины эти были бы. Было бы здорово как-то это. Потому что не хочу я тут все объединять. Хочу вообще вассалом сделать. Чего мне с ним союзиться? Он вообще никакой. Так, что тут черному могу? Отобрали мой независимый город. Отдать территорию... Не, ну, это далеко от меня. Это мне не надо. Так, угнетение правоверных. Тоже далеко. Отказаться. Так, дайте... Вот, ротанев, например. Можно попросить. Потребовать. Военная поддержка гораздо меньше нашей. Я не пойму, она меня отдала, ротаня, или отказалась? Хотел быстрее, типа, выйти по науке. Сейчас делаю проблемы с черным, чтобы воевать, да? Может, зря я так... Хочешь, давайте все-таки в следующую эпоху. Я вот сейчас подумал. У меня тут нету проблем. Я думаю, вы понимаете, что тут я и так хорошо выгляжу. Уже и по славе даже. Вон, на 700 очков опережаю. Интереснее было бы посмотреть... О, новое что-то мы построили храм Василия Блаженного. Это как место itself. Кафедраль of the intercession of the Holy Virgin on the note. По-моему, поржали над официальным названием собора Василия Блаженного. Не, не будем мы к синему претензии выдвигать. Так, следующее чудо. Ну, топ-капы надо. Че, блин, че мы турки без топ-капы? Правильно? Давайте. Так, он что делает? Просто в каком городе строить? О, смотрите, а тут уже к 47 стабильность. Стремиться. Так, может мы с кем-то торговлю прекратили? Так, во-первых, тут медь давайте покупать. Потому что медь нам производство дает. Я только что, по-моему, с розовым уже торговал. Так, че, с коричневым? Жемчуг появился. Жемчуг у нас на деньги. С черным что? Че-то раздраженное. Мы выдвинули требования. Для них мы основной соперник. И они нам объявили претензии какие-то. Так, тут ничего нового. Но у них как-то нету никаких претензий. Может, я уже отказался выполнять. И с синим что? Тоже ничего. Так. Окей. Топ копы, где мы будем строить. Плюс 100 производства любого... А, совместного проекта. И плюс 5%... Так, промышленность, по-моему, у меня самая крутая все-таки в керме. В керме. Керме. А сейчас мы отсортируем. Да. Поэтому надо в керме, мне кажется, строить. Давайте куда-нибудь вот сюда. Вот тут на холме красиво будет топ копы выглядеть. Присоединяем. Так, тут как-то проще можно было вот так сделать. И просто выделить все остальные города. Вот так, чтобы по ним не лазить. О! Очень удобно. Так, и давайте в очередь... Тут здания новые открылись. Вот шахтную печь я бы поставил в очередь. Тоже пускай построится. И отряды, чтобы дешевле строились. Хотя, подождите, у нас... Стоп, у нас стабильность уменьшается. Давайте что-нибудь на стабильность. Общественный фонтан. Так, и в Ашуре смотрим, как у нас тут. Да, все путем. То есть, может, науку реально тогда вперед я сейчас выдвину. Давайте вот так сделаем. Наука, еда, производство. Вот так у нас во всех городах будет. Аварис тоже к 55 стремится. Общественный фонтан тоже. Так. Блин, и еды не хватает. Что, может, искусственные резервуары? Я, правда, не верю, что мне хватит еды от искусственных резервуаров тоже. Ну, давайте так. И... Здесь вот так сделаем. На патта. Вообще к нулю, нифига себе. Ну, это я куча уникальных районов построил. Кстати, очень хорошо, что оно не сразу... Видите, оно и увеличивается на 5%, и уменьшается на 5%. То есть, это здорово, что у вас не сразу нету несчастья, а у вас есть время с этим что-то сделать. Тут я прям даже и общественный фонтан, и аптеку хочу. Так, это все аванпосты, дуркури-галзу. Тут почему-то норм со стабильностью. Тем не менее, давайте еще искусственные резервуары. Потом общественный фонтан. И потом, наверное, шахтную печь сделаем. И, блин, я забыл переключить, дуркури-галзу, вот это на науку. Зато тут, видите, уменьшение населения идет. Ну, ничего, построим топ копы, потом будем с едой разбирать. Тут надо, наверное, больше фермерских районов построить. Вообще, не, наверное, а точно. Давайте вот так, чтобы больше населения было, работало там, на фермах. Так, опять же, здесь на науку. Переведем. К 60 патает стабильность. Общественный фонтан. Ну, пока. И шахтную печь. Так, сейчас еще где-то у меня был минус. Вот тут еще минус по населению. Тут все-таки фермеров надо сначала. Фермерский район вот так сделаем. Ну, все. Так, что я тут могу разграбить? Блин. Блин, как я тут неудачно зашел. Вообще, никак не выйти. Это тупо, конечно. Ну, короче, пойдем вот сюда. Тут будет проще проходить. Пока не трачу культуру на присоединение областей. Хотя, может, и стоит. Доступна новая претензия. Не, не буду. Еще не вся. Не весь этот. Ну, просто вот тут две области не заняты никем. Зеленый не знаю почему. Почему зеленый так хреново развивается? Ему никто тут не мешал. Он даже не воевал ни с кем. Может быть, конечно, эти ГГшки, но... Кайф. Практически вся... Весь континент в моей религии. И уже начинает распространяться на... Вон, видно уже, да, что даже на второй распространилось. Культура еще не так. Но и она не очень неплохо влияет. Так, с кем-то битва. Розовый напал на мой юнит? Ты охренел, что я отступлю? И претензии ему выдвину? Что это такое? А почему у меня нету... Почему у меня нету к нему претензий за нападение? Хм. Давайте. Торговать без ограничений с ацтеком. Почему нет? Лошади, это пять еды за хлев, понимаете? Медь, там, по-моему, пять производства за... Половинню, что ли? Так что все вот эти стратегические в любом случае. А как насчет показать карты? Отлично. А мекки обладают грозеным шармом. Следите, чтобы ваш... Блин. Почему не дают почитать? Так, Рарайму нашли. Может быть, его имя означает... Харкот из богов. О. Красота. В пятый... Э, в шестой циве тоже красиво выглядит. Так, Рарайму мы посмотрели. Тридцать науки, кстати, дали. Гунунмулу. Это вот, как мы, что скалы, в которых... Аватар снимался, да? В Китае находящиеся. И большой барьерный риф. И большой барьерный риф. И большой барьерный риф. И сделан из рифа. Это удивительно фрагило. Отлично. Так, тропический лес Дейн-3. Какой-то странный тропический лес Дейн-3. А тут вообще никакого леса не видно. Хм. Альмеки. Я, короче, всех встретил, похоже. Давайте представимся. Предложим договор. И торгуем. Сегодня мы с тобой торгуем. Кстати, это решит мою проблему со стабильностью, на самом деле. Это ж каждый рез, это плюс 5 к стабильности. Но, тем не менее, я там все равно оставлю здание на стабильность. Потому что вдруг меня скоро всю войну объявят. Так, отлично. Готы. Так, принимаем пакт о ненападении. И торговля меня волнует всегда. Согласилась. А у них нету нифига. Черт. Так, готы подтвердили. Ахиминиды еще. Встретили. Так, о ненападении. Не возражаю. И только папирус. Что-то они все какие-то... Реально у меня черный основной соперник получается. Так, идет сражение. Ну вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ребята, а кого-то одного уничтожили по ходу на том континенте. Просто как и на нашем мы уничтожили, так и здесь кого-то уничтожили. Потому что где... Или мы кого-то не встретили. Подождите. Желтого мы встретили. Всего две англичане мы встретили. Альмеков встретили. Ахиминидов встретили. И ацтеков встретили. Кого-то они тут похоже уничтожили. Раз, два, три. А, нет, их пять. А, блин. Я думаю, конечно, десять. Я же тут же меня нету. Тут нету моей иконки. Так что это девять соперников и я десятый. Никого не уничтожили. Черт. И тем не менее, единственное, что я не могу понять, почему не появляются цивики. Так, топ копыт, три хода. Может, все-таки уже присоединить какую-нибудь область. Давайте Каварису. Да, ведь уже 99, так что можно присоединить Молдавяну. 2000, я думаю, мне хватит за три хода накопить еще культуры, чтобы еще одно чудо заклеймить. И тут можно сразу вот этот райончик поставить. Эврика, 500. Это я какой-то город раскачал, что он 500 этих приносит. Так, янычаров могу строить. Надо селитру добавить. А, смотрите, я селитру не могу обработать без двух лошадей и двух железа. Это интересно. Кстати, интересная идея, что на обработку следующих ресурсов стратегических нужны предыдущие какие-то стратегические ресурсы. Я никаких претензий не буду пока выдвигать. Там явно, типа, отдайте мне территории. О, ирокезы согласились. И Ратанев мне отдали кайф. Так, англичане ко мне по-другому относятся ирокезы. Так, ирокезы подавленность. А у англичан доброжелательность. Окей. Так. Звезда науки. Получено. Показать карта нет. Я уже... А, нет, пакт о ненападении. Давайте, пакт о ненападении примем. Невозможно выполнить. Армия отступает, в смысле... Ладно, пропущу ход. Следующим ходом посмотрю, почему это невозможно выполнить. Так, давайте Ратанев к дурку Ригалзу присоединяем. 2211. Так, два хода топ копы. Или все-таки сейчас покопим... Давайте покопим пока на... На еще одно чудо. Ахимениды. Благоговение. Ну, мы уже намного сильнее всех, в общем-то, а у монголов, что примирение. Кстати, давайте убирать... Договора. Пакт о ненападении у англичан. Окей. Торговцы... Ага, вот у нас... Значит, рынки, керма, полны народа, прилавки пестрят товарами, относящихся в воздухе запахов захватывает дух. Решение впустить в город торговцев с далеких земель окупилось сполна. Будем обогащаться. Процветание на 10 ходов. Но я вам хочу сказать, что в OpenDev я как-то играл, и это к негативу привело, когда я впустил торговцев. Так что тут тоже от чего-то зависит. Я несу вам пар. В городах плюс 20 науки, то есть плюс 100 науки станет. Сколько у меня сейчас науки вообще в принципе? Тут нигде не видно, да? 1751 наука, да? Давайте принимаем ее и смотрим. Плюс 100 науки, да? Даже больше немножко добавилось. То есть это нападение будет считаться? Я не могу... А, или это в районе считается, что оно находится. Так, ладно, это я разграбить не могу все еще. Черт. Слушайте, а тут розовые, конечно, вот эти все... Тут еще и ацтеки стали на нашем континенте селиться. Тут иракезы. Короче, это ассимилирует эти вот ГГшки остальные цивилизации. Я пока ничего не могу сделать своим. Ну, конечно, саботажники так себе. То есть если только в войне они могут, и их только тогда не видно. Какая-то странная фигня. Так, мы можем всех лучников апнуть. А во что они апаются? А, как раз в аркебузере. Ну, у нас селитры. Да, давайте, слушайте, селитра у нас где-то... Где у нас селитра вообще? Кстати, у нас нету на территории селитры. Вот одна. И все? Вон две. Нет, все-таки есть. Три. Ладно, есть. Есть селитра. Значит, дурку Ригалзу. Ставим в очередь обработку селитры здесь. Дальше в Лиесме просто за культуру обработаем. Есть селитра. Так, тут тоже, по-моему, за культуру можно, да. Почему? Почему нельзя? И он почему-то предлагает железо обработать, а... Так, ну давайте драгоценные. Я потрачу на... А вот теперь можно почему-то... То есть, пока не обработает железо, нельзя селитру в одной области обрабатывать? Интересное ограничение. Так, ну в дурку Ригалзу там строится все. Все остальное... Вроде есть. Так, и значит, теперь я могу апнуть, в общем-то, лучников, получается. У меня есть... Два... Две селитры. Они требуются... АПМ. При этом все еще 398-й год до нашей эры. Все-таки у них странно как-то время идет. Ну, то есть, это даже 115... В игре 300 ходов. Это 115-й ход. То есть, я так понимаю, что половина игры проходит, и тогда только наша эра начнется как-то так. Я просто не понимаю... Почему? Так, все апнули. Деньги потратили. Заканчиваем ход. Аварис растет. Дур Гури Калзуал растет. Лиесма растет. Трехмаччатый корабль. Наконец-то новые корабли. Каравеллу сможем делать. Поселенцы могут строить нормальные игры. Ну, можно, кстати, на остров какой-нибудь. И лимит городов, кстати, увеличился. Топ Каппы построенные. Так, ну, пора еще одно чудо. Ага, видите, как раз уже сейчас культуры не хватает. Ладно. Так. Ну, а смысл вы, конечно, сейчас апаетесь, я так уже всю территорию вижу. Но, тем не менее. А, нет, не апается? Слушайте. Еще нет, значит, да? Ладно. Ну, ты куда мне этого отправлять? Ну, пойдем плавать, что ли. Давайте здесь шахтную печь и ресталище. А следующим ходом можно будет и чудо какое-то начать опять строить. Так, сколько у нас в Керме должно быть сейчас производства вообще? Почти тысяча вон. Сейчас раскачегарим. Мне уже некуда жителей, смотрите, в Керме. Давайте районы построим. Наверное, фермерские. Причем парочку. Давайте другие поссорим. Ашур. Ну, я в Ашуре тоже, наверное, фермерские сделал бы еще один. И в Аварисе еще один фермер. Ну, он строит, правда, но я бы еще потом сделал фермерский. На пата аптека строится. Давайте фермерский райончик. Дуркури Галзу строится фермерский. Ну, и еще один. Так, все тут. Все остальное норм. Тысяча. Ачивка тысяча производства в одном городе. 24 территории тоже вполне выполнима уже. Просто я трачу культуру на чудеса. Так, вопрос. Мачу-Пикчу или Тадж-Махал? Ваши города получают пищу в объеме, равном 50%. Кстати. Да, несомненно, Мачу-Пикчу. Просто вообще несомненно. Причем, я так понимаю, все города? Все ваши города? Вообще зашибись. В керме я начну строить. Жалко. А, так ее надо именно на горе. О, только хотел сказать, что жалко, что это не как в циви, что ее на горе надо строить. Так, ну тут, по-моему, горы нету в керме. Не на Везувии же ее строить. Но зато у нас есть гора в Ашуре точно. О, красиво, да? Ну давайте, на какой горе? Вот давайте на этой. Добавим, только меняем местами. Ну. Так. И. Если я добавлю все в города, интересно, они в очередь там добавятся? Или... Нет, они, видимо, так давай. Так, ну давайте надо очередь менять. Нету нам смысла спешить с Мачу-Пикчу. Но чудо, конечно, офигительное. Если я правильно понял. Ну, что, оно не меняется? О. Наконец-то. Да, кстати, сначала селитру, пожалуй, обработаю. В этом городе. Так, ну все, вроде все стоит, как я хотел. Так, а можно ли как-то на автомат отправить, исследовать? Знаете, я вот думаю, что мне надо поселенца сделать и... Вот этот остров заселить. И тут, видите, можно будет потом... Ну почему нет? Будет такой островной. Давайте в Керме сделаем посело после топ-капы. Ну, там быстро построится. Строится. Так. А, вот, автоисследование. Вот как оно делается. И он как-то вернулся обратно, блин. Ладно. Так, проверка торговли. Нечего купить. Так, с этим могу я, наверное... Почему я предателем буду? Может, типа, три хода надо... Подождать? Когда предыдущие закончатся, все эти... Так, у оранжевого я смотрел. Ничего. Скажите мне, как я могу тебе помочь? По воде пускай идет. Ты вино или уксус? Нет, тут эти смешные, конечно, говорят штуки. Лошадей купим. И соль. Солить лошадей будем. Колбосятину будем из лошадей делать с солью. Так, у готов вообще ничего. У альмеков медь и жиль... А, надо договориться о без ограничений. Что за кризис? Гнетение провода... Да, нафиг. Так, давайте смотреть. То есть, кто вообще вот выглядит здесь... Ну, черный, да, по развитию. Синий, в принципе. Розовый вон нехило так. Коричневый. Все остальные, мне кажется, у оранжевого осталось... Три области. У желтого две. А у синего одна. Просто я ее оставил в живых. По очкам славы. Ну, тут я вырываюсь. А сейчас, видите, чудеса строек, которые каждый дает... Сто очков славы вообще. Ничего не буду требовать. Разорван союз между химинидами и ацтеками. А химинидами прославились как предатель. Я offer an excellent proposition. А нафиг без ограничений у нее нету ничего? Вообще, давайте глянем. Ну, у него нету ничего. Не надо, не хочу. А химиниды прощают претензию. Попробую они не простить. И... Год. Это у нее тоже две области. Давайте нет. Так, что у нас по науке стоит здесь? Меня, конечно... Меценатство очень интересует. Как будут работать... Новые... То есть, я смогу включать как-то... Ресы. Именно включать. Ну, это, конечно, механика из Endless Legend. Там изначально просто можно было включить. Ну, и из Endless Space, по идее, тоже. Так. Каждый аванпост плюс две деньги. Банк можно строить плюс 10% денег. Две деньги на группу торговцев. И наука за население кунсткамерок. Да, вот Катя Кунсткамера нам стопудово надо везде построить. Англичане прощают претензию. Ресурс продан. Что мне пока не очень понятно. Насколько я... Как много я денег получаю за продажу ресов. Видите, тут написано. Источник, город. Потом 16 денег, город или аванпост. И деньги, дань от вассала. Все. Так, ну тут... Значит... Кунсткамера. Естественно. Вопрос. 10% денег или две деньги за группу торговцев? Наверное, 10%. Где-нибудь можно вообще увидеть? Ага, 279. Но это уже сразу все. 148. Значит, 10% это будет плюс 15 денег, так? А тут за группу торговцев плюс 20, чтобы 15 перебить, это даже мне всех шестерых торговцев не хватит. Ну, я, знаете, вообще, наверное, пока не буду на деньги что-либо строить. Просто кунсткамеру поставлю. Везде, во всех городах. Так, а как бы тут еще сортировать только научные? Вот так давайте сделаем. Так, это... Аванпост. Сразу пишет 3. А, на самом деле... Ну, наверное, 3 это имеет в виду еще с районами, да. Все, все поставлено. Открытые границы с альмейками, давай. Ну, мне вообще они не нужны, потому что я экспансионист, который может по альмейке... Нет, никаких союзов. Мне не нравятся союзы со слабыми этими. Так. Вот, следующим ходом попробую разорвать союз. Я думаю, что тогда не будет у меня предательства. Репарацию? Нет. Англичане, войну против иракезов. Ух ты, а вот это интересно, кстати. Это розовый против черного. Видимо, они хотят вот эту территорию забрать. А, смотрите, где еще фиолетовый поставил, смог влезть. Хм, прикол. Открытый, да, приму. И чтоб ты бегал к этим. Интересно, а кто из них сильнее? Так, сила слабее розовый, а у черного... Тут просто основные... Видимо, они равны, примерно, по силе. Так, ацтеки... Нет, я ни с кем союза не буду. И разорвать союз. Все равно предатель получу, да. Все равно предатель. Все, разрываем вообще. Никаких претензий нету, странно. Жиме к зеленому реально нету претензий. Так, основано на реальных событиях, часть 1. Ваши свершения грандиозны, а земли прекрасны. С древних религий у вашего народа есть повод для постоянного восхищения. И это Османы, великое чудо природы. Истинную историю о том, как это чудо появилось у вашего народа, знают немногие. Но известный драматург в городе Османов адаптировал ее для сцены. Зрителей ждет сага о приключениях и открытиях, разбавленная драмой и откровенными любовными сценами. Народ в восторге. Вам докладывают, что пьеса весьма хороша. Возможно, пора стоит лично посетить театр и убедиться в этом воочию. Так, посетить. Накладывает статус учеба на 4 цели, почему-то на 4. И шанс вызвать очередное сюжетное событие. Давайте, да. Посмотрим, к чему это приведет. Сходим в театр. Ну, один ход до строительства Мачу-Пикчу. Слушайте, реально я все-таки успею все греки показать карты. Да, не. Че у меня? Я уже все видел, а ты ничего не видел. Прощают претензии. Римляне вышли. О, тевтонцами стали. Так, централизованная власть, налоговое управление. Ну, я тут именно в меценатство иду. Алибордисты и рекруты. Мачу-Пикчу построен. Ну, теперь у меня должны быть вообще все проблемы. У меня сейчас должны быть вообще все проблемы с едой в городах, в принципе, решены. Последнее чудо. Следующим ходом смогу заклеймить. Я реально все чудеса этой эпохи построю. Ну, все-таки сложность, возможно, несомненно для меня надо выше ставить сложность. Но мы знакомимся с игрой, нам надо быстрее все посмотреть. Поэтому... Блин, не успел Тадж-Махал заклеймить. Все, черный все-таки получил. Эх, фак. И больше нету никаких, да? Черт. Так, после меценатства... Что мы откроем после меценатства? Ну, на науку больше ничего нету, я так понимаю, да? Ты интересен? Нет. Не интересен. Посел. На эти острова его отправляю. Так, и везде кунсткамеры заканчиваем. Что у нас еще? Какие здания тут открыты? Ну, вообще, надо, во-первых, территории присоединять. Давайте. Дуркури Галзу. Четыре территории присоединяем. Ротанев. Пять становится, да? Пять становится, да? И мечеть можно сразу здесь добавить. По числу построенных округов по дате основания. Мне бы еще показать по... Именно по... Областям. Ладно. Кермы. Кермы пять. Ашур пять. Аварис пять. Напаты четыре. И дуркури Галзу пять. Давайте к напате. Что-нибудь присоединим. Ситалу, видимо. Так. Керме, по-моему, нам присоединять нечего просто. Только поглотить мы можем, да? Так что вот эти оставшиеся области, раз и два, мы, наверное, между... Ну, вот эту я, наверное, Ашуру присоединю. А тогда к дуркури Галзу вот эту. А здесь уже будем присоединять к этим островным. Как-то так. Так. Я к напате присоединил. Сейчас можно еще один райончик, значит, построить. И что у нас по зданиям нового появилось? На деньги, на деньги. Ну, кстати, налоговое управление, по идее, должно много денег добавить. Ну, я, может быть, на юниты бы строил тогда дальше. Давайте как-то так сделаем. Аварис. Напата. Напата. Патта. От ведущейся торговли. и так сделаем шторговли у меня же там дофига так и наверно давайте в ашуре парочку наших янычар построим зависть опять проверяем с кем-нибудь торговля возможно новым чем-нибудь зеленым как бы мне увеличить давайте потребовать отдать территорию неаполь скифский тут ничего надо догнобить зеленого сделать своим вассалом потому что он союз никак не использовал в итоге чтобы нужно конечно какой-то еще какая-нибудь экран чтобы нормально можно было торговлю ставить а не всех проверять так юниты пока никакие тут апать по содержанию еще можно так в морские отряды тоже не апаются пока есть меценатство так теперь мы можем как-то запускать рез и теперь вопрос как это делать чтобы улучшить эффект это вам нужно использовать не менее а так видимо и но все это просто она просто автоматически заработала после открытия меценатства то есть у меня сейчас плюс 25 процентов к деньгам и плюс 50 стабильности плюс 35 процентов к промо ну давайте вот проверим ну 945 не знаю я не вижу тут бонус вверх к той же промышленности вам нужно использовать не менее двух может все таки вот максимум какой-то на непонимание пожить у меня не менее трех из пяти у меня пять сейчас чудесные вот эти чудесные эффекты от этого драгоценного ресурса получает империя ирокезы почему это описание конечно дикое вообще непонятно как эта хрень работает но по-моему у меня это ничего не работает вот это ирокезы фарфор получают и тут ирокезы от шалфея получает все остальное чтобы улучшить эффект этого вам нужно использовать не менее трех сейчас 5 не понимаю я здесь уже надо ну даже если не менее трех даже из пяти мне писать сейчас 5 я использую почему я не получаю бонусы никакие чудесный фиг знаете я сейчас попробую в энциклопедии почитать подождите ну в общем про чудесный вот этот эффект вообще ничего не написано чудесные эффекты на объект все города использовать не менее двух из четырех его источников и изучить технологию меценатства но может все таки на нашей территории это должно быть но например те же драгоценные камни вообще-то на моей территории дофига раз-два а слушайте так на моей территории 3 но вот еще две штуки есть да давайте в аварисе это обработаем знаю почему она не обработана кстати по какой причине может типа имеется только на своей территории если в виду так пусть это у меня драгоценных камней написано сейчас 4 какой то какая то хрень ну вот можно еще вот здесь эти мрамор обработать так ну все равно у меня два из четырех сейчас 4 почему я не получаю чудесные эффекты что что там в меценатстве хорошо что-нибудь вообще написано в меценатстве по этому поводу а может мне как раз мануфактуру предметов роскоши это к эти похоже на шестую целу между прочим эти вот монополии корпорации предметы роскоши из выбранных залежей получают название в честь этого города и будут приносить дополнительную пользу значит вот надо мануфактуру предметов роскоши построить например в ашуре я так понимаю я шелк могу построить во во эти свинцовая мануфактура и серебряная мануфактура вот оно чё так разобрались короче с этой механикой если я ее строю первых славу получаю да а чтобы черный уже уже эти техи открыл то есть размещаем на свинце интересно почему он тут не размещает а тут размещает квартал умельцев как я смог квартал построить на на ресурсе рубеж не дает игра так он просто давайте проверим другие города где тут мануфактуру киньте есть тут вообще нету ну там может просто еще не обработано тут тоже нету в дурку ригалзу вот мануфактура соляная а вот это кстати уже используется черным поэтому я тут не могу на фарфор да да этого получает империи ракезы давайте вот сюда точно а до квартал умельцев это собственно добыча и есть так давайте вот так сделаем в керме нашел к как как раз здесь давайте хорошо почему вот здесь не строится почему здесь не строится здесь строится может надо именно чтобы наверное надо соседство с другими районами чтобы было поэтому не строится да так но и вашурия я все-таки свинцовую мануфакт значит вот смотрим вы видите вот тут нету других районов поэтому не строится а здесь есть соседство с этими районами поэтому строится тоже важно ну посмотрим сейчас постройка мануфакт мануфактур что нам даст очень да крутое предложение а факты не нападение англичане разорвали ну окей получен трофей приятного аппетита звезда строительства на каши районов я опять дофига настроил мировое деяние станьте первой перед которой откроется и дже и джен о я первым нашел какое-то чудо странно что я а не коричневый ацтеки против готов ну готов давно уже пора вынести можно переходить в следующую эпоху ну пока пока не хочу показать карты не хочу о есть какой-то кризис а так я уже и так к него требую ну и потом я ему объявлю войну тут апгрейдить нечего тут апгрейдить нечего так ну смотрим я какую-то уже должен мануфактуру был построить шелковую да все города плюс вот но она построена в керме во первых давайте смотреть если тут 30 процентов ну судя по производству реально есть жалко что не описывает ну блин мне непонятно мне сейчас не будет понятно я просто помню сколько было производства в керме кажется что она влияет реально на все но я не вижу от мануфактуры здесь что было написано а подождите оно ну шелк здесь да если бы оно было в другом месте на что я еще строил на на вот это по моему да на соль да есть на османы плюс 40 процентов пищи и еще строил на свинец есть плюс 20 процентов науки ну или перейти уже я просто хочу эти построить я начал давать сначала этого я начар построю плюс надо еще вот кашуру присоединить сколько стоит район а я кашуру уже не могу ну тут пять территорий у авариса пять у дурку ригалзу пять и у напаты пять давайте наверное к аварису три двести шестьдесят четыре присоединяем и строим здесь вот этот райончик так и нам останется льесму только присоединить вопрос к дурку ригалзу или к одиннадцать тринадцать шесть одиннадцать или к напате будет стоить одинаково три четыреста двадцать шесть короче подумаем как я так понимаю что все-таки в human kind можно не ставить в очередь видите вот остаются излишки я сейчас специально оставил этот город остался излишек пятьсот восемьдесят одно производство это можно будет как-то использовать о универ наука на научные кварталы и печатный дом все надо строить масс диссеминация за то что ручной набор открыли далее боже еще звезду эпохи получили а все-таки и джен не я открыл может мне просто дали посмотреть так печатный дом университет мастерская изобретателя вау плюс десять процентов науки так ну я думаю мастерская изобретателя потом печатный дом потом университет вот так сделаем в аварисе в аварисе то же самое так 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 район давайте раньше что я следующим ходом хочу уже переходить в новую эпоху в напатие так 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 драматический театр тоже построим драматический театр надо еще везде добавить о мануфактура самоцветов видите отмечены там где у меня уже идет мануфактура значит она уже отмечена даже вот так сделаем то есть все таки нужна на территории чтобы была но то есть у вас срез должен быть на территории чтобы мануфактуру поставить но в целом оно считается за количество ресурсов даже которые вы торгуете сразу с двумя прокачками у нас янычары ну к этому поведем к этой армии присоединять нам еще какие-нибудь дороги улучшить ацтеки только сейчас в раннее нового времени поляками стали а мы тут уже сейчас закончим быть османами потребовать репарацию могу у альмегов да не знаете давно я не смотрел давно я не смотрел как наша религия распространилась ну все весь континент а нет вот смотрите одна есть шаманство харапское еще ну и вот здесь нету потому что видимо не заселено еще не знаю так хорошо что с культурой культура еще не вся хорошо а на другом континенте как с верой вау просто просто как ли шаизм распространился по миру я так понимаю что даже третьего уровня никто не принял второго вот альмеки еще успели принять а первого у нас есть альмеки альмеки египтян ну тут первого еще успели попринимать второго только альмеки она до третьего уже не увеличиваются ни у кого религии просто вау так еще один полк давайте сюда пока отправляю ммм морские отряды все еще не апгрейдятся наземные отряды то кстати а что там с поселом у нас что он долго плывет где мне тут вообще город ставить 36 36 11 2 а на этом типе местности а почему а что тут за тип местности лесной массив и тут лесной массив почему я здесь не могу ставить город а тут могу так 3 4 8 2 ну надо все таки чтоб какая-то еда была давайте наверно сюда буду тогда ставить так еще одна у нас по идее мануфактура сейчас должна была появиться так фарфор ирокезы мрамор кстати вот мне надо ли я смог кому-то присоединить и еще мануфактуру на мраморе сделаю шалфей ирокезы фарфор ирокезы тут мрамор обработаем шалфей ирокезы господи жемчуг я не могу меня нету жемчуга нигде обсидиан тоже не смогу нигде поставить видят тефтонцев ирокезов и ольмега филл покупаю кофе покупаю это я сделал самоцветы шалфей сделал шафран покупаю не могу сделать свинец сделал папирус покупаю амбру покупаю серебро на только один источник в принципе ваш шуре можно было бы сделать если бы я еще купил до невозможно вы не хватает ресурсов то есть мне надо присоединить вот эту территорию с обсидианом еще здесь поставить мануфактуру неужели только сейчас только сейчас появился новый социальный я уже думал все как какой-то этот обученные так профессиональные боевая мощь плюс 1 и стоимость я бы призывников брал то что я уже купил так только это идет по власти это к дальности обзора а тут к влиянию не но я это возьму меня влияние так уже дофига блин все же четвертый цифик цивик из всего интереса что я делаю не так что они не появляются просто интересно никаких союзов зеленый что-то ругается на меня факт они нападение с годами давай какая разница там в центре другого континента ну наверное надо переходить в следующую эпоху уже то есть я районы построил где хотел эти проверю везде уже на науку вот эти ставлю а там уже следующие техи в следующей эпохе надо открывать что этот меркантилизм и мне в общем то дальше надо идти вот энциклопедию брать паровой двигатель что давайте кто у нас есть персы на производите по районам с вами от района больше нравится караван сарай деньги за количество торговых путей просто 5 промышленности 5 денег деньги за каждое соседство с объектом такое австро-венграя оперный театр стабильность за округ и плюс 5 влияния тоже опять же стабильности дофига мне кажется британцы все на деньги как-то французы наука все города выставочные наверно блин я вам обещал что я не буду науку брать мне хочется как-то побыстрее в следующую эпоху выйти чтобы начать показывать коксовый завод может немцев взять на производства до загрязнением знаете да я наверное возьму немцев чтобы уже вот эту механику загрязнения посмотреть видимо влияние за торговца влияние за ученых тоже каши интересная штука пища как-то мнение тяну русских тоже хочется но я за русских в каком-то open dv играл влияние вера за каждое соседное у меня вера просто немерено опять же давайте верно немцев именно ради загрязнения сейчас я еще тем более этих коксовых заводов немерено настроил сейчас как начнется загрязнять все что немцам вберем подтверждаем оплот промышленности и политической философии хотя говорят было непросто одновременно держать и фабрики открытыми и рабочих счастливыми новая эпоха но и на доход сделать все таки меркантилизм изучен тут мануфактуры и торговые ярмарки и лимит городов выше требования блин на не посмотрел от кого-то требования хочу сразу отказаться от него тут нету еще и торговлю заодно проверим не такие договора так тут что они это не выдвигали они требования то есть есть такие претензии но они не выдвигают их никогда тебя не говорил какой-то безобразный сказал мне этот чувак нет тоже никаких требований ну вот вот наверно кто-то да отвергнуть шафрана можно отвергнуть требования 2000 смея 2400 требовали но вверх они хрен знает где еще мы в войне теперь до а нет это он в войне с годами еще какой-то кризис до еще она постоянно требования отвергнуть отвергнуть они в какой-то в луп зашли по моему в смысле а почему они напали на меня вот а это вассал то мой вассал там что-то куролесит но не знаю тут какой-то а эти требования можно постоянно что ли выдвигать может время от времени призывать патриотов взять оружие встать на защиту родины призрите сколько у меня тут предложений вылезло ну дальше по науке идем то есть энциклопедия получается потом научный метод так как бы вам случайно шестую эпоху не начать показывать но и двигатель внутреннего сгорания к немецкой подлодки да выглядит все таки нормальное движение по науке после я помню последнему пандеве я специально брал чисто научные культуры все в науку вкладывал и все но я не успевал открывать техи тут вроде выглядит даже сейчас он там 5 ходов и касание это специально делали это даже не из-за сложности так ну надо открыть еще резы вот например здесь угольные электростанции потом это дальше следующее нефть давайте потом воздуха ну вообще тут нефть как раз вот после двигателя внутреннего сгорания откроется зашибись ух ты музло как заиграл так я могу присвоить чудеса могу три штуки осталось эйфеля но у меня пока не хватает культуры и я бы скорее присоединил территорию вот эту ли есму вопрос только к аварису а нет к аварису иначе вопрос только дуркури галзу либо на патта этик на пати и и теперь в на патте мы должны по идее смочи инфраструктуру построить нет почему может следующим ходом англичане раннего нового времени японцы эпохи эдо а я уже блин в этом так ну вот ход начался странно почему-то не могу два из четырех у меня точно есть сейчас четыре меценатство сделано почему тут не строить а давайте посмотрим может тут какая-то уже мануфактура может она одна должна быть но я честно говоря в на патте не вижу мануфактур других вообще-то нету других мануфактур это не к на патте относится красивая империя да честно почему меня вот на эти претензии нету только на одну странно ну и странно почему тут мануфактуру не могу ее никто другой не построил меценатство открыто относится к на патте ну не знаю напишите в комментариях а я пожалуй на этом закончу серию с выходом в следующую эпоху спасибо что смотрите дальше будет еще интереснее в общем-то тут до всего нового чего мы не видели осталось буквально шажок сделать и будем уже разбираться с тем чего не было ни в опендеве нигде уже скоро и самолеты будут до которых я тоже все пытался добраться в опендеве не забывайте пожалуйста делать клипы кидать их в комментарии продолжение продолжение скоро пользуясь случаях пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и